Досмотри это видео до конца не мотая, и ты станешь владельцем очень ценной информации, которая поможет тебе стать очень успешным рыбаком. Привет, друзья! В этом видео я хотел бы поговорить про рыбалку на карася в октябре месяце, про насадки, приклонки и также про выбор местности. В предыдущем видеоролике я, в принципе, рассказывал про рыбалку на карася очень небольшого рода дополнение, которое, я думаю, многим из вас, друзья, будет весьма, кстати, полезно, когда вы отправитесь на рыбалку на осень. Чтобы половить карася. Самое главное, друзья, это выбор местности. Всегда избегайте местности, где нет никаких кустов. Кусты, в данном случае, осенью, для рыбалки на карася нам понадобятся. В предыдущем ролике я, в принципе, об этом и рассказал, что на кустах, когда там рыбалка была в сентябре, огромное количество находится насекомых. Теперь, правда, насекомые в октябре все передохли, в принципе-то, независимо, какие там жучки, паучки, но суть не в этом. Они все еще пока находятся на кустах, и за счет ветра, ветер дует, кусты шатаются, и эти насекомые мертвые падают в воду. А это, как известно, корм для рыбы, такой как карась. И карась всегда будет держаться там, где есть корм. А на открытых пространствах, конечно, весьма удобно стоять, я не спорю. Там можно поставить кресло, можно поставить стойки, закинуть кулички, но рыбы в этой местности нету. Это одна из первых причин, по которой там рыбы не будет, так как там корма нет, значит, там и карасики, в принципе, держаться не будет. Но есть и вторая причина, почему на этих открытых пространствах их лучше избегать в октябре месяце и выбирать местность, где есть кусты. Там, где есть кусты, всегда будет весьма поглубже. И это, друзья, вторая причина, почему нужно избегать открытых пространств, где нет ни кустов, ни большой травы, а выбирать именно местность, где есть кусты и лежа большая трава. Там, где нет кустов и, как говорится, большой травы, там местность всегда поглубже, а значит, там мелко. И за счёт ночных температур, а температуру могут составлять там порядком плюс один, плюс два, плюс три градуса ночью, эти температуры сильно мешают нам, рыбакам, ловить рыбу, потому что на мелководье вода быстрее охлаждается и быстрее нагревается. Но на глубинах, к примеру, где там метр-полтора, а у кустов всегда, здесь, где большая трава, всегда будет намного глубже. На самых-самых-самых больших глубинах, там, где метра, допустим, два-три глубина в озере, там глубина, ой, глубина, извиняюсь, температура всегда будет составлять где-то 6-8 градусов, то есть она остаётся, в принципе-то, неизменная. И на глубинах, допустим, в метр, они бывают всегда там, где есть какая-то большая растительность, высокая трава, так же, как всегда бывают, где есть кусты, там температура самой воды не будет так сильно разниться. А, друзья, не будем забывать, чем холоднее вода, тем пассивнее карась. То есть, пассивный карась, это тот карась, который клевать, в принципе, не хочет, ни на что, и не будет. Для примера, друзья, возьмите ту же самую весну после ледостава, когда лёд на озере растаивает, да, то есть озеро открывается, карась лучше всего клюёт там, где мелко, потому что там мелкободье, потому что там вода быстрее за счёт солнышка весеннего прогревается, и карась становится более активным, то есть ему хочется, как говорится, кушать, и на этих местах, где вода быстрее прогревается, карась клюёт куда более активно. То же самое касается той картины, если, например, на озере стоят у самого берега большие глубины, то пассивный, грубо говоря, активный карась будет всегда клевать, как уклейка на реке, то есть почти с самой поверхности воды, там глубины вообще небольшие. То есть ловить его лучше всего, как говорится, не на большой глубине весной, а почти у самого края там воды, как, в принципе, уклейку на реке, потому что верхние слои воды прогреваются куда быстрее, и там карась куда более активно, то есть он со дна поднимается в сторону вверх, от той стороны поверхности воды, и в этой местности он всегда будет активно питаться теми насадками, которые есть у рыбака на крючке. А когда весной, допустим, рыбаки закидывают на самое дно, а там вода холоднющая, там карась есть, но он пассивный, он клевать не будет, ни на чего. Какую бы насадку вы ни нацепили, рыба, которая клевать не хочет, то есть активно питаться, она питаться не будет. Хоть что делайте, хоть бубном пляшите вокруг костра. А сейчас, друзья, давайте поговорим о насадках. А самая оптимальная насадка это обычное тесто. Тесто, которое вы можете легко слепить. Муку купить в магазине, независимо, опять же, от фирмы и производителя. Первый, второй, там какой сорт. Любую муку купили, добавили туда водички, и смешали в одно целое. Получилось, как у мук теста. А вот в качестве ароматизатора всегда используем один в данной ситуации. Это чеснок. Это очень сильный ароматизатор, который работает не только по реке, он работает, в принципе, и по озеру. Также работает всегда тогда, когда на улочке холодно. Даже когда на улочке, ой, на улочке, на реке стоит лёд. Чеснок это хороший ароматизатор, и всегда в этой ситуации нам поможет. То есть, лепим, допустим, кусок теста с кулак. Берём три зубчика, три-четыре зубчика чеснока, режем мелко, или даем через чеснока добилку, соединяем всё это в одно однородное масло, в принципе, получается насадка. Правда, на крючок придётся прилепить и такие пружины, потому что без пружины кусочек теста шарик улетит. Надо есть нацеплять. Но, опять же, подчеркнуто, как в предыдущих видеороликах, без дури. Не так, что, если мы слепили тесто размером с кулак, надо туда выдавить целую луковицу, да, через чеснокодавилку или через мясорубку, и всё это делаться хуже не будет, но и лучше, в принципе, не будет. То есть, до дури не надо. Рыбалка, конечно, любит граммы и миллиграммы, но, как говорится, всему есть предел разумного. Давайте теперь, по первой ровне, остановимся о прикормках. Также простых и бюджетных. Что касается, друзья, прикормки. Самая простая, весьма бюджетная, которую я, честно говоря, использую в холодное время года. Такой, как октябрь месяц. Нам понадобится обычный чёрный хлеб. Не забыть, мы опять же от фирмы и производителя выбираем в магазине самый дешёвый чёрный хлеб. Обычный ржаной чёрный хлеб. Нам понадобится его мякоть. Да, и ещё есть один весьма интересный плюсик у ржаного дешёвого хлеба. Первое, это по цене он дешевле, чем вы покупаете себе на еду. И второе, мякиш хлеба лепится очень хорошо, как пластилин. Чего не скажешь про тот хлеб, который подороже. Не знаю, может, что-то там производитель не добавляет, и он такой, как пластилин, становится. Ну, два плюса есть. Первый, он подешевле, чем тот, который мы покупаем себе на еду. И второй, мякиш хлеба, как говорится, лепится как пластилин. В принципе, это нам и нужно, чтобы он лепился как пластилин. Чтобы мы из мякиша хлеба могли слепить шары, которые потом в дальнейшем, в принципе-то, бросим в озеро. И опять же, друзья, из мякиша дешевого чёрного хлеба, без фанатизма к нему, добавляем чеснок. Какая прикормка осенью в холодное время без чеснока? Да никакая. Самый хороший и классный ароматизатор, который работает по всей холодной воде. Есть на озере лёд, или там на реке нету, но на улочке холодно. Чеснок, об этом я уже сто раз и говорил, повторяться не буду и не тянуть. Время в этом ролике тоже об этом не буду, зачем нам нужен чеснок. Без фанатизма добавляем, потом лепим всё это в одну однородную массу и, придя уже на озере, небольшими шариками, из большого шара лепим небольшие шарики и раскидываем по точке лова. Хлеб, попадая на дно, то есть мякиш хлеба, шарик растворяется очень быстро. И это, в принципе-то, привлекает рыбу. Самая простая и бесширная приклонка. Мягкий, ой, мягкий гуру. Чёрный хлеб дешёвый. Вы купите в любом продуктовом магазине, который находится недалеко от вас. Также там вы и купите чеснок. Слава богу, не дефицит. Ни дешёвый чёрный хлеб, ни чеснок. Итак, друзья, давайте подведём итог из нижнего всего сказанного. Если вы отправились в октябре на озеро половить каратика, избегайте местности по логотью. Выбираем местность, как в предыдущих роликах я рассказывал, где есть кусты. Там всегда есть комната, там всегда будет карась. В качестве приклонки используем мякиш чёрного хлеба. Об этом я уже говорил, почему и зачем. Независимо от фирмы и производителя. И в качестве насадки используем тесто с ароматизатором, в принципе, чеснок. И не забудьте нацепить на крючок эту самую пружинку. Пружинку можно налепить и взять от ручки. Или зажигалки. Там тоже есть, в принципе, небольшие маленькие пружинки. Кто не знает, где взять эти пружинки. В принципе, и можно идти на рыбалку. Но, друзья, не менее важная информация. Перед тем, как идти, посмотрите внимательно на бароник, который висит у вас дома. Он у вас должен видеть. Если там стрелочка отпустилась на 30 миллиметров от изначальной, которую вы фиксировали, на рыбалку вы отправитесь. Чисто просто провести время. Рыбы, конечно, вы в этой ситуации не поймаете. Но если две стрелки находятся вместе и ни одна из них на очень большое расстояние не отъехала, то, в принципе, карасика в той местности на ту приклонку или на ту насадку вы, в принципе-то, наводите. Тех размеров, которые обитают в вашем озере. У кого-то такие, у кого-то, может, такие. Ну, наводите. Вот как-то так. Так. Так.